И сегодня у нас в гостях рок-группа Liquid Furniture. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Но прежде чем мы приступим к беседе, предлагаю посмотреть о вас сюжет. Музыка, которая услышана за тысячу километров. Музыка, которая не боится сказать правду. Все это рок-жанр музыки. Взбители этого жанра музыки всегда отличались от обычной массы людей не только своими нарядами, но и мировоззрением. Поэтому общество не особо рвется их понять и тем более привлечь к общению. За все время своего существования рок-н-рол успел породить множество поджанров, но его суть не изменилась. И по-прежнему тяжелая музыка дарит человечеству альтернативную реальность, которой так не хватает в нашей жизни. Музыка, которая не может быть виноватой, альтернативной реальностью не обошла стихия рок-н-ролла и шимкент. За последние годы появилось множество рок-групп, которые выступают для поклонников тяжелой музыки. Особенным колоритом отличается коллектив «Ликвид Феночи», которому удалось смешать разные стили музыки. А у нас, ребята, для вас небольшой сюрприз. Сегодня Шинар Адибаева, наша коллега, причем ваша ярая фанатка, приготовила для вас вопросы. Ой-ой! Шинар, передаю тебе слово, уступаю тебе место. Пойдем. Будешь моей соведущей. Хорошо. Ребята, привет! Я очень рада, что вы у нас сегодня в гостях. И первый вопрос Робу. Вы столько живете уже в Чимкенте. Знаете ли вы русский язык и сможете ли вы нам что-нибудь сказать сейчас на русском? Can you say something in Russia? Привет и доброе утро в Чимкенте. А что-нибудь на казахском? Кайурлатан, Чимкент. Название вашей группы переводится как «жидкая мебель». Жидкая мебель, вы знаете, ее придумал Роб, потому что, как он мне объяснял, давно, в общем, когда он был молодым, маленьким, не знаю, это было давно, он сел в один очень старый-старый мягкий-мягкий диван, и, в общем, когда он у него сел, этот диван стал его обнимать, и он был как будто жидким и таким приятным. Мы, в общем, стараемся делать музыку тоже такой же приятной, которая будет обнимать и греть, короче, тех, кто это нас будет слушать. Вообще, как рождаются песни у вас в группе? Ходишь такой по дому, неважно, по улице, потом так раз, короче, строчка, два строчка, потом взял такой листочек, ну, может быть, даже близисточек, просто запомнил, хопа, получается песня. Приходишь в группе на рептицию, там... Ребята, вот сегодня песня. Я, говорит, не знаю, как она должна выглядеть, у вас есть какие-то идеи, и все, песня готова через... Через некоторое время, попробовали, попытались так, так. Ну, вы о чем поете? О чем поем? Мы поем... Мы поем... Мы поем... Мы поем замечательные, милые песни, прекрасные песни, да. Обо всем. Мы поем во всем, да. Прекрасно музыка. А я хочу спросить, кто и когда увлекся рок-музыкой, из каких групп это началось? С детства начиналось такие... С кино, наверное, с группы кино, потом ария была, потом уже понеслось. А можно спросить у Роба, вы знаете, кто такой Виктор Цой? Have you heard something about Victor Цой? Yeah, yeah. And do you like it? Вам нравятся они? Yes. Моя любимая музыка – это старый реге и таб. Ямайканская музыка. Роб, вот мне интересно, да, что для вас музыка значит? Рок, что для вас значит? Я люблю всю музыку. Отличную музыку я люблю. Ничего, это реге или рок, или метал, или что. Хорошая мелодия я люблю. Ну вот, как вы пришли в музыку? Музыка – это мой кровь. Вы с детства поете? Кроме ее чай, вы чай поете? Да, первая песня, я композитор, я 7 лет. 7 лет написали, да? Ребята, а для вас что значит музыка? Что для тебя значит музыка? Для меня музыка значит все. Для меня музыка – это все. Все свободное время, я хожу с наушниками в ушах просто и слушаю музыку. А когда, даже когда я снимаю наушнику, у меня музыка в голове просто. А когда вы решили собрать рок-группу все вместе? Приятного же февраля мы, кстати, отметили год нашей группы, поэтому мы уже живем второй год. И мы открываем веб-сайт и после рекорда запишем нашу музыку и даем веб-сайт 57 тысяч раз в наш поездный интернет играй. 57 тысяч. 57 тысяч прослушивших. 10 метров. Замечательно. Как вы считаете, музыка может влиять на человека? Вот в частности, вы исполняете рок. Может ли он как-то влиять? Скорее всего, зависит от человека самого. А каким образом музыка может повлиять? Я считаю, по-любому, музыка должна влиять, потому что зачем ее вообще делать? Зачем ее играть, если она не влияет? То есть, в любом случае, когда человек что-то пишет, играет для кого-то, он же пытается что-то кому-то сказать, следовательно, это с целью для того, чтобы повлиять, может быть, на одного человека, может быть, на толпу людей, может быть, вообще на общество в целом. В общем, а может быть и нет. Расскажите, пожалуйста, о самом необычном и сумасшедшем выступлении своем. Самое необычное выступление было у нас как раз-таки недавно. У Ярослава под конец порвалась сначала одна струна. Я как раз была свидетелем, кстати, этого. Потом порвалась вторая струна, а потом он решил добить остальные струны и просто в процессе игры играл очень экспрессивно и просто вырвал остальные, но с таким смаком это сделал, в общем, публике понравилось. Вы гитары не ломаете на своих выступлениях? Нет, не ломаете. Сцену не бьете, да? Пока нет. Когда приобрели первые гитары? Первые гитары? Когда это было? Так, первая электрогитара или акустическая? Или акустическую. Нет, первая гитара, наверное, я не подарил, мне ее отец подарил, когда мне было лет 9, наверное, в общем, да, тогда я в музыкалку пошел. Да, и тогда мне появилась первая гитара, в общем, была весело. Она с вооружевая, кстати. Роб, вот у нас впереди очень много майских праздников, да? Вы вот отмечаете наши праздники? Каждый праздник, ничего, как странно, я люблю. Ирландский, английский, азербайджанский, грузинский, казахский и Новой Зеландии. Каждый праздник. Ну, самый любимый праздник у вас какой? Мой любимый праздник это джуэн, джуэн, джуэн двадцать первый. Двадцать первый. А как вы его отмечаете? Как каждый праздник, музык, музык, музык и музык. Все время с музыкой, да? И тоже я люблю твой наурус. Это отличный праздник. А вот как вы в этом году отметили наурус? Мы делали сэшн. Сэшн. А, вы делали сэшн, да? Рок-концерт. Ребят, вы для нас наверняка что-то приготовили, да? Вот у нас только аппаратуры в студии, да? Что нам сыграете? Мы вам сыграем пару песен из нашего репертуара. А мы с удовольствием их послушаем. И наши телезрители тоже. Подойди ко мне, родная, Я уйду с головой в кого-нибудь еще, Как когда-то в тебя. Времени прошло немало, Я устал, Я тогда тебе не врал, Я лишь промолчал. Теперь ты будешь, Я буду совсем один, Как никогда. Говори со мной потише, Я хочу услышать За решеткой твоих небер Сердце стук. Я пытаюсь заснуть, Я пытаюсь из головы своей Выгнать тебя. Забудь мое сердце дорогу, Забудь все И навсегда. Я спою еще немало О тебе и обо мне Видно, время не настало, Пол жизни украла. На колени я упаду, Об одном лишь молю, Прочь из моих снов, Из головы прочь, Хотя бы на ночь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова